Библейский портал экзегет.ру представляет приносится в жертву ягненок, и, собственно, этот ягненок и есть пасхальная трапеза, то, что съедается сынами Израилевыми, и кровь этого ягненка, она служит знаком, который отделяет израильтян от египтян, и Господь оставляет в живых первенцев израильтян, а первенцы египтян погибают. Ну, а 13-е, она расширяет несколько этот обряд и уточняет, что делать, когда они уже вышли из Египта и когда они поселятся в обетованной земле. Господь сказал Моисею, посвящайте мне всех первенцев, какие родятся у сынов Израилевых. Первый плод материнского чрева и первенцев людей, и первенцев скота, они принадлежат мне. Ну, вот, поскольку они были сохранены в Египте, то, как вот, некоторый такой, что ли, элемент выкупа здесь присутствует, да, вот, я сохранил им жизнь, поэтому они мои. Здесь не уточняется, что с ними делать дальше, но в законодательной части книги это будет. Моисея сказал народу, помните этот день, в который могучая рука Господня вывела вас из Египта из неволи. Не ешьте в этот день заквашенного хлеба, и вы уходите, вы уходите сегодня, в месяце Авиве. Ну, это праздник, который, соответственно, в первом месяце года, тогда год начинался весной, в его середине отмечался, здесь еще раз об этом сказано. И, соответственно, он устанавливается навсегда, а в его праздновании есть воспоминания об этом освобождении. Это Ветхозаветная Пасха. Когда Господь приведет тебя в землю Хананеев, Хеттов, Амареев, Хивеев и Евусеев, ибо он поклялся твоим отцам, что отдаст тебе эту землю, текущую молоком и медом, тогда ты должен будешь совершать в этом месяце такой обряд. «Семь дней есть только пресный хлеб, а на седьмой день праздновать праздник Господень. Семь дней ешьте пресный хлеб. Нигде в вашей земле не должно быть ни дрожжевого хлеба, ни закваски». Мы об этом уже читали в прошлый раз, и вот этот пресный хлеб, он означает отсутствие дрожжи и разрыв. Да, вот всегда раньше брали кусочек теста, которое сквасилось, и сохраняли для того, чтобы в следующий раз, замесив тесто, бросить этот кусочек, и микроорганизмы, которые в нем, они распространятся по новому тесту. А здесь вот разрыв, да, то есть ничего из старого они с собой не берут. Ничего из Египта они с собой не уносят, кроме своего имущества и того, что им дали египтяне, как форму выкупа, что ли, за их труд. Но не закваску, не то, что вот дальше продолжает внутри их тесто бродить, не то, что дальше меняет уже их культуру изнутри. Так вот, ты должен будешь сручать в этом месяце такой обряд. Семь дней есть только пресный хлеб, а на седьмой день празднует праздник Господний. Семь дней ешьте пресный хлеб, нигде в вашей земле не должно быть ни дрожжевого хлеба, ни закваски. В тот день ты скажешь своему сыну. Это в памяти о том, что сделал для меня Господь, когда я уходил из Египта. Это должно быть для тебя как знак на руке, как знак памяти на лбу. И пусть закон Господний всегда будет у тебя на устах, ибо Господь своей могучей рукой вывел тебя из Египта. Выполняйте это предписание из года в год в назначенное время. Это навсегда это то, что, собственно, отличает израильтян с самого начала всех остальных народов земли. И одновременно здесь планы на будущее. Когда Господь приведет тебя в землю Хананеев, ибо он поклялся тебе и твоим отцам, что отдаст тебе эту землю, тогда ты должен будешь отдавать ему всех первенцев. Все первенцы твоего скота, если они мужского пола, принадлежат Господу. За первенца, ослица, отдавай укуп ягненка. Что это значит? То есть животные приносятся в жертву, но ослят не приносят в жертву, поэтому кто у ослица родился за того ягненка. А если не хочешь укупить осленку, сломай ему шею. То есть жить он в любом случае не будет. Нам кажется жестоким, но тогда к скоту относились очень утилитарно. То есть вот это домашний скот, он либо нужен человеку для его потребностей, на ослах там ездить, либо он жертва Богу. И за первенцев человек, и за своих первенцев отдавай выкуп. Когда будущим спросят у тебя, сын, что это значит? Отвечай ему так. Господь могучей рукой вывел нас из египетской неволи. Когда фараон упорствовал и не отпускал нас, то Господь убил всех первенцев в Египте, у людей, у скота. Вот почему всех первенцев мужского пола я приношу в жертву Господу, а за своих первенцев отдаю выкуп. Это должно быть для тебя как знак на руке, как повязка на лбу, ибо Господь своей могучей рукой вывел нас из Египта. Ну, знак на руке увидел сразу, вспомнил, повязка на лбу, все остальные видят. То есть для себя всегда об этом помнишь, и для других всегда об этом свидетельствуешь. И рука, соответственно, здесь как то, что творит нечто. Господь рукой своей вывел из Египта, одновременно ты вот на своей руке в каждом своем поступке должен хранить след вот этой памяти. Когда фраун отпустил сынов Израилевых, Бог не повел их через Филистимскую землю. Это слишком короткий путь. Ну, это приморская такая вот дорога, которая вдоль Средиземного моря. Бог думал, когда сыны Израилевы увидят, что им предстоит война, они могут передумать и вернуться в Египет. И Бог повел их кружным путем, по пустынями, море Суф. Имеется в виду некое тростниковое море. Вероятно, это вот какие-то были болота, каналы, озера в районе нынешнего Суэцкого канала. Походным строим, что сыны Израилевы покидают Египет. Моисей унес из Египта останки Иосифа. Это у нас было в конце бытия. Ведь Иосиф взял сынов Израилевых клятву, что когда Бог о них вспомнит, они унесут из Египта его останки. То есть тот, кто некогда поспособствовал переезду всех израильтян, своих родных в Египет, тот оттуда тоже выходит. Пребывание в Египте – это долгий, но лишь один из этапов истории. Это не то, что должно происходить с израильтянами постоянно. Покинув Суккот, Суккот – это место, которое переводится как «шалаши», израильтяне остановились в этаме, что на краю пустыни. «Господь сам шел перед ними днем, как столб облачный указывая путь, а ночью, как столб огненный освещая дорогу, чтобы они могли идти днем и ночью. И днем столб облачный не покидал, и ночью столб огненный не покидал народа Израилева». То есть присутствие Бога здесь самое видимое и ощутимое. Вот не просто «Бог с вами», как можно это сказать, или «Бог с нами», а вот прямо можно взглянуть и посмотреть, что это было. Мы не знаем, но, может быть, вот книга «Исход», она рассказывает о таком младенчестве народа Израилева, где Бог каким-то очень ясным, видимым образом делает так, чтобы они убедились, что он существует. Потом этот народ уже научится жить с верой в Бога, но вот какой-то скорее умозрительный. А здесь вот надо все показать, потому что они еще совсем младенцы в вере, потому что вот они еще неопытны, потому что им еще непонятно, как это все устроено, и вот это все делается именно так. И мы как раз увидим в 14 главе, как это наиболее явно и полно было им показано.